Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев и это канал Футбол. Это жизнь. Мы продолжаем с вами нашу карьеру за Ювентус. Сегодня у нас два суперинтереснейших матча. Матч в чемпионате Италии против Лацио и матч в Лиге чемпионов против Дортмундской Боруссии. Итак, против Дортмундской Боруссии я должен выйти первым составом, поэтому против Лацио мы сыграем вторым составом. И нам нужно заменить Роналду, потому что он у нас уже, скорее всего, не будет играть даже против Боруссии. Пару месяцев мы его точно не увидим в составе. К сожалению, он получил травму, но если у нас получится без Крещена Роналду дойти до финала Лиги чемпионов, то в финале он точно сыграет. Ну что, поехали! Итак, разминаются перед матчем игроки Лацио. Филипп Андерсон готов разрывать оборону Ювентуса, но все-таки у нас на воротах счастлив. Я на него даже больше возлагаю надежд, чем на Алисона. Поэтому мы сегодня посмотрим, как сыграет наш второй состав против Лацио. Зинченко на Коноплянку, пятка Миранчук на Манджукича. Манджукич дает вперед заброс на Бернардески и тот 1-0. Отлично разыграли. И Федерико Бернардески забивает гол. Вот так вот шикарно Манджукич навешивает и в одно касание Федерико Бернардески забивает свой 9-й гол в чемпионате Италии. И снова хороший заброс идет. Бернардески, пас на Миранчука. И здесь Коноплянка, ну должен, да, это 2-0. Такой же заброс шел от Марио Манджукича на Бернардески. И отлично там получилось, что и мяч так аккуратно отскочил. Бернардески не сам стал пробивать. Решил все-таки отдать на Алексея Миранчука. Тот еле дотянулся, но пробил. Но здесь просто мяч отлично отскочил на ногу к Евгению Коноплянке, который забивает свой второй гол в чемпионате. И Кайседо начинает эту атаку. Нани все-таки пропускает. Пропускает Ювендус в концовке первого тайма. Быстро так разыграли. И вот так вот Нани оглузнулся и показал празднование Пау Дебалы. Сейчас нужно во втором тайме будет наказать за такое празднование. Забивает Нани свой уже 11-й гол в чемпионате. И добивает Манджукич 3-1. Отлично. Вот так вот наказали мы Нани за празднование, которое он повторил. Как упал и Дебалы. Вот так вот аккуратненько Коноплянка пробежал, навесил. Бернардес Катлинчик сыграл головой и снова отбивает. И снова на добивании игрок Ювентуса находится первый Марио Манджукич. 21-й гол в чемпионате. Минимальная победа Ювентуса в гостях 3-2. Итак, проведем мы тренировку перед матчем с Дортмундской Барусией. Все-таки нужно нам хорошо подготовиться. Матч мы уже с ними сыграли. Теперь мы, если я не ошибаюсь, будем играть дома. И победа не заставит себя ждать. Давайте похвалим все-таки Ювентус. Он просто в невероятной сейчас форме находится. Да, вылетели из Кубка Италии, но уже успели и отомстить нашим соперникам из Тарина. Приближается срок заявки на товарищеские игры. Там международные у нас. Этому тоже мы посвятим один из выпусков. Ну и да, Крещен Роналду нам придет все-таки убрать. Но я все-таки думаю. Во-первых, здесь пьянича можно вернуть уже теперь в состав. Но и остается нам только Манджукича. Поменяем здесь, наверное, на Маркизию. Итак, матч Лиги Чемпионов. Ювентус против Дортмундской Боруссии. Интереснейший будет матч. Тем более мы уже их обыграли в гостях со счетом 3-1. Итак, 1-8 Лиги Чемпионов. Ответный матч. Ювентус-Дортмундская Боруссия. Интереснейший матч нас ожидает. Ювентус нацелен на взятие Лиги Чемпионов в этом сезоне. Ответный матч. Но здесь Гаррет Бейл, главная звезда нам говорят. И вот так вот Паула Дебала забивает. Забивает Дебала. И показывает еще и Дебала, как в прошлом матче Нани отпраздновал в его стиле. Вот так вот Гаррет Бейл. Только что нам сказали, что он главная звезда сегодняшнего матча в составе Ювентуса. Он отдает шикарную голевую передачу на Паула Дебалу. Который забивает свой четвертый мяч в Лиге Чемпионов. Будет опасный, друзья, сейчас штрафной в исполнении Рафаэля Гуэррея. Подходит еще к мячу Шахин. Удар и это гол Гуэррея. Я же сказал, будет очень опасный. И португалец в матче Ювентус Баруси забивает. И это не Криштиан Роналдо. Это лучший португальский левый защитник в мире. И он доказывает это, забивая со штрафного свой первый. А второй уже, ему не привыкать. Отличный игрок. Успевает как в обороне, так и в нападении. И да, Матю Ди вот так вот отскакивает просто мяч от Дебалы. Забивает Блэйз Матю Ди. Забивает и делает счет 2-1. И это его первый гол в Лиге Чемпионов. И делает 5-2 в общей серии. Ну а Дуглас Костов в завершение этого сезона вернется как раз именно в Германию. Сейчас мы играем против немецкого клуба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как выиграл. Не смог Ювентус противостоять сейчас Дортонской Баруси. И забивает еще и немецкая команда. Они не смогли дома забить больше одного мяча второго матча. Так что... И пушка страшная, Дебалы. Невероятный гол забивает аргентинец. Забивает Ювентус уже в ворота Дортонской Баруси. В 1-8 уже 6 мячей. Счет 3-2 в сегодняшней встрече. И 6-3 в общем зачете. Вот так вот просто навешивает Белл и Дебала пушкой. Своей рабочей левой ноги забивает пятый гол. Остается два гола Дебалы. До лидерства. Или хотя бы догнать Роналду и Неймара. Здесь уже и Марио Манджукич. Отлично убирает. Проходит на прострелы Дебала. Завивает хэд-трик. 7-3. Хэд-трик Паула Дебалы в Лиге Чемпионов. Шестой забитый мяч аргентинца. И приближается он все-таки. Ювентус в четвертьфинале. Лиги Чемпионов Дебала забирает, естественно, этот мяч. 5 ударов. 3 забитых мяча. Шикарный матч провел аргентинец. Ну и все-таки шикарный гол забил. Рафаэль Гюррея. Итак, в паре Бавария и Наполе дальше проходят немцы, естественно. Но мы пока что не знаем, могут там еще и ответные матчи быть. Они будут чуть попозже, так что еще и мы не знаем наших соперников дальше. Так, пришла нам пресс-конференция уже к матчу с Уденезе. Так, сейчас мы посмотрим там по встречам, что в Лиге Чемпионов. Итак, Лига Чемпионов будет 13 марта и 14. Но давайте все-таки мы поговорим о тех парах, которые уже вышли. Итак, Монако и Тоттенхем. Здесь вышел Тоттенхем. Так что английская команда может попасть нам в соперники. Дальше тут Барселона с Челси сыграли одинаковым счетом, но по пенальти выиграла все-таки Барселона. Так, ну и мы здесь вышли, идем дальше. А вот Хуффенхайм и остальные компании здесь, они больше сыграли. Так что вот Тоттенхем, Барселона, Ювентус и Бавария уже ждут соперников в четверть финале. Я не знаю, могут быть это или Барселона нам выпасть, тут уже без разницы. Итак, в следующем у нас выпуске два матча у Динеза и Спал. Ну естественно, когда-то если у нас будет матч Лацио-Баруси, как было в сегодняшнем, то в следующем должны быть два не очень матча, но зато уже после следующего выпуска у нас уже будет международный наконец-то матч, где мы сыграем за сборную Италии и посмотрим, насколько она готова к чемпионату мира. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и на группу ВКонтакте. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.